Давайте начнем с вопросов по предыдущей теме. Какие у вас возникли вопросы при реализации первой лабораторной работы, при работе с файликами в формате PAN? Ну, во-первых, перед вопросами сразу скажу вам таких два замечания. Самые типичные ошибки. Типичная ошибка номер один, что файлики забывают открывать в двоичном режиме. А именно когда вы пишете, например, тишный FOPEN, и вот здесь указываете тип, то вот такое написание открывает файл в текстовом режиме. Что это означает? Это означает, что Cishner Runtime берет на себя трансляцию того хаоса перевода в строк, который существует. То есть с тем, как обозначать перевод строки, использовать для этого какие символы, не договорились. Существует несколько таких распространенных вариантов. Это вот виндовый вариант, где у вас два байтика RN отвечают за перевод строки, и Unix вариант, где просто 1N отвечает за перевод строки. Раньше еще был Mac вариант, где только 1R отвечает за перевод строки, но он, слава богу, и сдох, и вроде никто его не использует. Но, тем не менее, вот эта вот трансляция перевода в строк 2 байтика в 1 байтик и обратно, это то, что вы обычно хотите для текстовых файлов, но вы точно не хотите для двоичных, например, для изображений. Если случайно посреди изображения встретятся такие байтики, то Tishner Runtime это примет за перевод строки и что-нибудь вам куда-нибудь оттранслирует, так что у вас получится даже другое количество байт, ну, явно после этого изображения развалится. Так что вы хотите сказать Runtime, что не трогай мне никакие байтики, вот как есть в файле, так мне их отдавай. Для этого существует двоичный режим. То есть здесь нужно указать еще модификатор B. Аналогично при записи, когда вы пишете файлики, вам их нужно открывать в режиме VB. Если вы используете плюсовые потоки, что я не рекомендую, но можно, там также есть аналогичные модификаторы. По умолчанию поток открывается в текстовом режиме, но вы можете сказать, что хотите открыть его в двоичном. Если вы этого не сделаете, то что будет? Ну, под Windows у вас довольно быстро посыпятся ошибки, вы заметите, что вы открыли файл неправильно. Если же вы открываете это все под Linux, то под Linux там обычно двоичные текстовые режимы совпадают и ничего не делают. Поэтому вы можете писать неправильно, то есть открывать файл в текстовом режиме и не видеть своих ошибок, пока вы их не пришлете на проверку, а вот там-то они и обнаружатся. Так что если вы не хотите ошибок посреди проверки, то вот обращайте внимание, что файлы нужно открывать в двоичном режиме. Ну, лично у меня такие не очень приятные опыты работы с прессовыми потоками. Ну, если вам хочется, если вы к ним привыкли, то это не запрещается. Ну, мне кажется, что проще чтение, запись, вот, например, изображение, писать через C-шные функции. Например, через C-шные функции это просто вот две строки, что чтение, что запись. На чтение это просто fscanf заголовка, выделение памяти, потом fread данных. На запись это у вас просто fprint заголовка, потом fwrite данных. То есть две функции, оно гарантированно, оно быстро вам прочитает и запишет заголовок и данные. Без каких-то проблем. Плюсовыми потоками тоже можно пользоваться, но еще раз, если вы понимаете, что вы делаете, если вы понимаете, как работать с ними в двоичном режиме, там еще плюсовые потоки имели особенность по пропусканию всяких пробельных символов, но, наверное, если вы откроете в двоичном режиме, то пропуска не будет. Ну, в общем-то, экспериментируйте, вы должны, по крайней мере, хорошо понимать тот способ, который вы используете. С моей точки зрения, C-шные функции проще, и на бажит здесь гораздо меньше где, потому что у вас всего две функции, и особо не разбежаться с багом. Вот, это первая типичная ошибка, что народ забывает использовать двоичный режим, и что самое плохое, у вас это может даже работать, если у вас система, например, Linux. И вторая, довольно типичная ошибка, вспоминаем, какой у нас был заголовок, там, например, P6, здесь пробельчик, перевод строки, перевод строки, и вот здесь вот данные. Вот этот вот перевод строки народ очень любит забывать читать. То есть, читают это число 255. С этим все хорошо. А что дальше еще нужно прочитать символ перевода строки, вот об этом забывают. Его считают просто как часть данных, ну, то есть, просто, начиная с этого символа, читают данные картинки. В итоге, все изображение, оказывается, смещено на один байт. Для Стерникова это выглядит просто как смещение, а для цветного у вас еще и поедут каналы, потому что в этом случае RGB, они поменяются местами из-за того, что происходит смещение на байт, а у вас каналы идут три байтика подряд, ну, каналы, соответственно, переедут, и вы будете неправильно читать данные. Если вы пишите правильно, то есть, пишите правильно, вот такой заголовок перевод строки, а читаете неправильно, то у вас, фактически, вот при записи этот символ будет удваиваться, а наоборот данные, последний байтик будет теряться. Прочитать его не сложно, просто, вот, обратите внимание, что этот символ нужно не забывать тоже читать, это часть заголовка, заголовок кончается не здесь, вот, а на символе перевода строки. еще какие-то вопросы, это вот были просто самые частые грабли, на которые любит наступать народ. Как можно красиво обрабатывать ошибки? Насчет обработки ошибок, ну, существует два таких принципиальных подхода, распространенных, это коды возврата и исключения. В каких-то языках, например, Ява, у вас только один вариант, одни исключения, и все с ними живут. Если же вы используете что-то более низкоуровневое, тот же самый CC++, то у вас есть два варианта. С исключениями, наверное, вы слышали всякую красивую теорию, что вот, мы там бросаем исключения, ловим исключения. Проблема этой теории в том, что на практике все равно не работает. И оно еще и нередко бьет по скорости. Если ваша программа, в принципе, может где-то выкинуть исключения, то при некоторых режимах компиляции вообще просто возможность исключения может существенно замедлять генерацию функции. Ну если генерацию кода, там код будет более тяжелый, потому что он будет именно рассчитывать, что проверять, что а вот здесь может произойти исключение. Поэтому с исключениями, там на самом деле, с моей точки зрения, в плюсах, сейчас довольно печальная ситуация. Настолько печальная, что наконец-то до даже самих разработчиков стандарта дошло, что ситуация печальная, и они где-то в прошлом, позапрошлом году, у них был пропозал по коэффициентальному реформированию этих эксепшенов. Довольно такой разумный пропозал. Я, правда, не уверен, насколько оно там у них продвинулось. Но вот я бы, конечно, я не отношусь к любителям плюсовых эксепшенов. После реформирования, может, им станет лучше, но пока не очень. И если вы используете плюсовые эксепшены, то чтобы у вас не было всяких ликов, вы должны также весьма специфически писать. В частности, использовать парадигму выделения ресурсов этой инициализации. Иначе, когда у вас произойдет какой-то эксепшен, память не освободится. Другой подход на основе кодов возврата требует некоторое большее количество строчек кода, зато они более явные, и вы хорошо видите, где у вас что происходит. Как не получить всяких ликов, ресурсов? Нужно просто аккуратно писать. То есть, выделять ресурсы, например, в начале функции, освобождать в конце функции, и не выходить посреди функции при помощи return, потому что в этом случае вы пропустите освобождение. Можно, конечно, перед тем, как выйти, аккуратненько посмотреть, что вы выделили, и освободить ресурсы. Это работает, но требует внимательности. и, как ни странно, вот на обработку ошибок довольно в тему бывает использовать go to. То есть, вы, наверное, много чего слышали, что go to это страшно и ужасно, но go to это страшно и ужасно было в те времена, когда код выглядел совсем по-другому. И go to просто использовался вообще на каждом шагу, буквально чуть ли не для организации функций, вместо того, чтобы делать функции, делать go to туда, go to обратно и так далее. Так что go to на самом деле это не очень страшная конструкция, если вы понимаете, как ее использовать. И практически именно для обработки ошибок go to бывает полезным, что вы пишете какой-то код. Вот у вас здесь есть функция. Опа, пошли. Называется. Называется. ёлки я такую клевую в Продолжение следует... 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 с большим отступом. И это просто визуально довольно неудобно, что ваши основные вычисления вот идут с огромным отступом. Поэтому вариант с GoTo на конец функции, вот это такой пример разумного использования GoTo для обработки ошибок. Как конкретно писать, зависит от много чего. От того, как вы пишете, от того, что это за проект. То есть, если вы пишете самостоятельно, вы можете делать как угодно. Если вы участвовете в каком-то крупном проекте, то обычно есть правила, которым просто следует следовать в этом проекте. И вы особенно не можете разбежаться, то есть, если сказано использовать exception, вы используете exception. Если сказано не использовать exception, вы тогда пишете что-то в этом духе, опять-таки, в зависимости от того, как принято. В крупных проектах обычно все это постулируется, то есть как принято обрабатывать ошибки, и вы должны следовать общим правилам, чтобы у всех было единообразно, и чтобы все понимали, кто как сигнализирует ошибку, и кто как ее обрабатывает. Ну вот, если вы хотите что-то написать самостоятельно в C-шном духе с кодами возврата, вот пример вам кода, как это можно делать в такой концепции C кодов возврата. Еще вопросы? А, давайте я вам еще кое-что добавлю про тоже выделение и освобождение ресурсов. На самом деле вы можете поназводить еще указателей. И говорить free по ним, даже если вы память не выделяли. То есть, например, в Z у нас вот здесь вот память может выделиться, а может не выделиться. Как сделать, чтобы в любом случае у вас все нормально освободилось? Для этого вы инициализируете Z значением 0-поинтера, а в конце в любом случае пишите free. Free по 0-поинтеру это не ошибка, а нет операции. И у вас в любом случае будет работать. Если вы не выделяли память, тогда free увидит 0-поинтер и ничего не сделает. Если вы выделяли память, то здесь будет осмысленное значение, и free его освободит. Еще вопросы? Ну вот еще раз замечание про обработку ошибок. Что я вам рекомендую обязательно обрабатывать, это номер 1. Файлы, что они у вас открылись. И во-вторых, что у вас память выделилась. То есть вот эти вот малок на большие значения. То есть, например, на размеры картинок, что картинки могут быть большие. На самом деле, про малок там такой тоже тонкий вопрос. Потому что в зависимости от вашей системы, малок может вести себя по-разному. Вообще-то, курс операционных систем, и вам, я надеюсь, что-то рассказывали про малок. Какая есть особенность функции малок, и что там с результатом. Какие там бывают ошибки, и какая особенность с проверкой возвращаемого значения функции малок. Давайте посмотрим, знаете ли вы это. Печально. Ладно, давайте я тогда вам в двух словах расскажу. Проблема с малоком следующая. Не только с малоком, с другими функциями выделения памяти аналогичные проблемы. Потому что они живут поверх малок, либо поверх аналогичного интерфейса. Поэтому то, что справедливо здесь для малок, справедливо и для плюсового мю в равной степени. Как описана функция малок? Функция малок выделяет то количество байт, которое вы попросили. Да, еще раз обратите внимание, что она выделяет байты. Если вы хотите выделить, например, инты, то нужно обязательно не забыть умножить количество на размер инта. То есть типично здесь пишется число умножить на сайзов того типа, который вы выделяете. И особенность малока в том, что по стандарту функция описана следующим образом. Если она удачно заканчивается, то она возвращает вам какой-то ненулевой указатель. А если неудачно, то возвращает вам нульпойнтер. И, соответственно, чтобы проверить, что память выделилась, вы просто вот этот указатель сразу же проверяете, что он ненул. Но практически здесь есть одна такая существенная особенность. Если вы делаете всю эту штуку под линуксом, то в линуксе очень часто система настроена таким образом, что малок выделяет не физическую оперативку, а только адресное пространство. То есть если в вашем процессе достаточно адресов, чтобы выделить только байя, сколько вы просили, малок вернет вам удачу, что вот я выделил память, вернет вам адрес начала этой памяти, но это будет только еще адресное пространство без конкретной физической оперативки. Физическая оперативка будет выделяться системой только по необходимости, когда вы непосредственно будете обращаться к тем страничкам памяти, которые вот вы выделили. Когда вы обратились к страничке, вот тогда система вам выделит эту страничку вашему процессу. Пока вы не обратились, не выделит. Такая экономия очень помогает для программ, которые просят не на сколько памяти, а фактически не используют ее. Проблема в чем здесь? Проблема в том, что если у вас память кончится, и кончится она вот в таком плане физическая ваша оперативка, плюс своп-файл, потому что своп-файл можно расширить физическую оперативку. Если вот эта вот ваша память кончится, то система все равно может выделять больше, чем у нее есть. Не забываем, что здесь она выделяет вам просто адресное пространство, адреса без какой-то фактической поддержки с точки зрения вашей настоящей оперативной памяти. И когда вы будете обращаться, то может случиться ситуация, что физическая оперативка кончилась, но вам вообще память положена. Вот здесь произойдет довольно неприятный момент. Придет так называемый out-of-memory процесс киллер, и он найдет какого-нибудь крайнего, ну, кто он считает самый виноватый среди процессов, и убьет его. Может быть, это будет ваш процесс, может, это будет другой какой-то процесс, может, это будут иксы, и вы решите все графические оболочки. Ну, в общем, как повезет. Почитайте, про это много что написано, и смысл все этого в том, что под Linux-системами проверять результат Маллока не очень осмысленно, потому что все равно почти никогда Маллок вам не вернет ошибку. Даже если у вас память кончилась, все равно часто Маллок вам будет успешно говорить, что он выделил память, а программа завалится где-то посередине. Но это, честно говоря, уже особенности такие негативные Linux-а. И, по-моему, это не причина не проверять выделение памяти для больших объемов. Во-первых, даже для Linux-а это имеет некоторый смысл, что если ваша программа 32-битная, то у вас вполне может кончиться и адресное пространство тоже, поэтому проверить, что вам вернули не нул, все-таки имеет смысл. И, во-вторых, во-первых, не только Linux существует, во-вторых, Linux можно сконфигурировать, работать не в таком спекулятивном режиме, а нормально выделять память. И кому это хочется, тот может получить такие более адекватные сообщения об ошибках памяти, а не просто, что у нас память кончилась, пора кого-то убивать. И вот это был он. Смысл этого подхода в экономии памяти, а не времени. С точки зрения времени, наверное, здесь даже хуже, потому что, когда вы обращаетесь к новой страничке, то у вас происходят фактически исключения на процессоре, обращение к несуществующей памяти, управление получает операционка, операционка выделяет вам фактически память, вращает управление обратно и так далее. То есть, вот это вот переключение на ядро и обратно происходит гораздо больше раз, чем если бы ядро сразу честно выделило память. Поэтому по скорости здесь скорее хуже, чем лучше. Плюсы здесь в том, что, опять-таки, если программа не хочет фактически использовать столько много памяти, сколько она спросила, тогда у вас будут очень существенные плюсы по экономии вашей фактической и физической оперативки. Почему это так важно под Linux, и почему это оттуда пошло? Потому что, не забывайте, что классический способ порождения новых процессов в Linux, это Fork. А что делает Fork? Fork делает просто клонирование всей памяти. И клонирование всей памяти, если делают действительно копирование всей памяти, то это очень дорого. Поэтому фактически операционная система по Fork не копирует память, а просто копирует ссылочки на страничке. Ну вот, да, хорошо бы вам прослушать какой-то более годный курс либо операционных систем, либо мой курс о сентябре, где я об этом говорил. И в итоге получается, что при Fork фактически Linux очень мало памяти дополнительной потребляет из-за того, что происходит не копирование процесса, а фактически бросаются указатели на старые данные. И мы вот не хотим выделять память до того, как ее фактически не потребуется. Вот эта вот идея, она, видимо, продолжается и в отложенном выделении памяти, что если памяти фактически нам не требуется, тогда мы не будем ее выделять. Насколько это полезно именно вот в реальных задачах, как это экономит память, не знаю, наверное, вы можете почитать какие-то исследования. Наверняка по этому поводу есть исследования, раз это поведение по умолчанию, по-моему, это поведение по умолчанию. Так что вот почитайте. Я не суперспециалист в этой области, просто знаю вот о таком поведении. И часть народа, она вот особенно, которые выросли в таких условиях и привыкли, они вообще считают, что проверять результат малых вообще бессмысленно, потому что оно никогда и не вернет им ошибку. Примерно то же самое относится и к нью. Те, кто любит плюсы, могут сказать, а вот нью-то нам должен кинуть исключение и так далее. На самом деле абсолютно без разницы. Нью работает внутри себя через тот же самый интерфейс, что работает и малок, и нью кидает исключение, опять-таки, только если ему сказали, что выделение памяти не удалось. А под ринуксом проблема в том, что выделение памяти удается, то есть система говорит все хорошо, хотя на самом деле память еще не выделена. Так что нью там тоже не кинет вам никакое исключение, а нормальный указатель вернет и программа снова закрашится посередине. Так что какой интерфейс вы используете, пока он использует эти вот спекулятивные системные функции, оно будет работать идейно одинаково. Вот с этим вы можете встретиться во всяких холиварах про то проверять или не проверять возвращаемые значения малых. Обычно народ рекомендует следующее, что если вы выделяете какой-то очень маленький участок памяти, порядка десятка байт, то смысла проверять его нет. Если вы не можете выделить даже столько памяти, значит у вас в системе все совсем плохо и там гораздо более серьезные проблемы, чем ваша программа. Наверное, там просто все крашится на фоне и здесь вы уже ничего не сможете сделать. Только если вы не пишете какую-то серьезную отказоустойчивую программу, тогда, конечно, нужно писать по всем правилам. Если же вы выделяете большой кусок памяти, вот потенциально какое-то большое изображение, то здесь вот имеет смысл проверять, потому что если у вас слишком большое изображение скормили программе, то намного приятнее сказать пользователю «У нас не удалось выделить память», чем просто как-то тупо покрашиться. Пользователь по крайней мере будет понимать, что пошло не так. Попытается что-то закрыть, освободить вам память и так далее. Так что на большие выделения памяти все-таки мне кажется имеет смысл проверять возвращаемое значение. Ну и еще отдельный разговор про выделение памяти. В принципе, если вы хотите писать программу опять-таки по всем правилам, то следует проверять, что память удачно выделилась более строго. Ну например, у вас есть картинка, у нее есть ширина и высота. Может оказаться, что произведение ширины на высоту выходит за границы типа. Ну например, у вас 32-битный процесс, а произведение оказалось, что оно не вмещается в 32-бит. Что в этом случае будет? Тогда произведение будет обрезано до 32-бит, потому что здесь значение, которое принимает малок, это size t, а size t в 32-битной программе 32-битной, он будет подрезан до 32-бит, у вас возможно получится какое-то маленькое число, которое система вполне способна выделить. вы будете считать, что у вас все хорошо выделилось, будете дальше писать данные, и у вас будет переполнение буфера, потому что вы вылезете за ту область, которую фактически выделили. Вот здесь вот выделение памяти есть такая проблема, что может быть переполнение при произведении, и потом выделение памяти фактически вы можете попросить на меньшее значение, чем вам нужно, а дальше в программе рассчитывать, что вы выделили больше. То есть с памятью проблем довольно много, но с другой стороны, если вы все нормально написали с памятью, то дальше C работает быстро, в отличие от менеджера языков, когда вы приобрели проблемы с памятью, сами вычисления работают уже довольно шустрые. Нет, у нас нет ограничений на размер картинки, считаем, что картинка произвольного размера, и она просто должна умещаться в памяти. Если не умещается, вы говорите, что вам памяти не хватает. Я не вижу причин, почему ваша программа не смогла бы обрабатывать очень большие картинки. Почему не может весить? Картинка очень даже может весить несколько гигабайт и больше. Очень легко. Ну, насчет проверки переполнения я от вас наверное не буду требовать таких уже тонкостей, но хотя бы понимать, что мало к вам может вернуть ошибку, что память может не выделиться, вот это обязательно. Насколько вы хотите проверять совсем-совсем-совсем, это уже как хотите. Ну, такая проблема она в первую очередь касается конечно трассиво-битного мира, потому что в 64-битном мире чтобы переполниться вам нужно на входе иметь очень большие значения, что не очень реалистично. Еще вопросы? Если вопросов нет, тогда переходим к нашей содержательной части, к новой части теории. итак, Следующая наша тема – это модель зрения человека. В чем дело? Дело в том, что для того, чтобы построить какую-то систему, которая эффективно работает с изображениями, мы должны, во-первых, хорошо понимать, каким образом устроено зрение человека. Что нам важно, что не важно. Какую информацию нам нужно хранить, какую хранить смысл он не имеет. Вот, чтобы осознать то, как мы воспринимаем изображение, нужно немножко углубиться в строение системы зрения человека. То есть, что вообще физически у нас есть в системе зрения, какие там особенности, какие возможности, и тогда станет понятно, почему так устроено изображение. То есть, изображения устроены так, как они сейчас устроены, на основе того, что мы знаем о зрении человека. И изображения, они именно заточены на зрение человека, а не вообще на хранение какой-то такой графической информации абстрактной. Например, вот цветовая модель RGB, мы увидим, она как раз строго основана на том, что видит человек, а не хранит что-то такое принципиально физическое, универсальное описание спектра, как может показаться. Итак, как устроена система зрения человека? Такая стандартная современная модель говорит о том, что у человека есть четыре типа рецепторов в глазу, которые умеют регистрировать интенсивность света. И эти четыре типа рецепторов делятся на две группы. Одна группа состоит из трех видов и называется колбочки, а другая группа состоит только из одного вида и называется палочки. Вот эти вот две группы, они работают взаимоисключающе. При низкой освещенности работают только палочки, один вид рецепторов, и дают вам информацию только о яркости объекта. То есть на самом деле, когда вы смотрите в сумерках, то вы видите только информацию о яркости. Цветности вы не различаете. Когда вы смотрите при хорошем освещении, то палочки почему-то перестают работать, и работают колбочки, которых три вида, и они воспринимают условно синий, зеленый и красный оттенки, на основе чего вы получаете информацию о цвете, комбинируя значение интенсивности по трем каналам. В принципе, вы можете сказать, а я вот и ночью вижу, там иду, и вижу, что там что-то красненькое, даже при очень плохой освещенности. На самом деле, здесь такая интересная особенность, что в системе зрения человека очень большую роль играют не только рецепторы, но и мышление. То есть то, как вы видите, зависит не только от того, как зарегистрировали датчики что-то, но и то, как это мозг обработал, как это мозг воспринял. Если вы, например, идете и видите в сумерках какую-то красную машину, то вы ее видите красной, скорее всего, не потому, что вы видите ее красной, а потому, что вы шли здесь же днем и видели, что здесь стоит красная машина. Вы помните, что она красная, и мозг, он так подсознательно обостраивает вам недостающую информацию, что вот она красная. Но если аккуратно заменить машину на точно такую же, но зеленую, то вам она по-прежнему будет казаться красной, потому что фактически вы не видите оттенка, а видите только яркость. А информацию о цвете достраивает наш мозг. Вот такие вот особенности, что часть информации у вас получается из датчиков, отчасти достраивается мозгом, как раз приводит к тому, что возникают всякие оптические иллюзии, то есть когда какие-то заметные баги, и часть этих багов как раз связана в том, с тем, что у вас мозг что-то там пытается спекулятивно достроить, обычно у него получается хорошо, но вот на данном примере явно что-то пошло не так. Так что учитывайте, что вот в системе зрения есть не только такие постоянные составляющие, как вот что мы регистрируем, какое излучение, но есть и большая часть того, как мы это воспринимаем, что в разных ситуациях вам одно и то же регистрируемое значение может восприниматься по-разному, ну, об этом попозже, наверное. Итак, мы сказали, что у нас есть четыре типа рецепторов, и за цветное зрение отвечают колбочки. С колбочками ситуация обстоит вот так вот. Если мы нарисуем спектр, вот здесь у нас будут длинные волн, то чувствительность наших трех цветных датчиков можно изобразить как-то вот так. Давайте я вам нарисую цвет. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, чувствительность от длинной волны наших рецепторов выглядит примерно, как я вам нарисовал. А именно, вот три наших вида рецептора, отвечающих за цветное зрение, они условно называются S, M и L, в соответствии с длинными волн, short, medium и long, которые они регистрируют. И видно, что, во-первых, эти рецепторы регистрируют не какую-то одну длину волны, а такой существенный промежуток. Просто чувствительность спадает, чем вы дальше отходите от центра. И вторая особенность, что вот эти два рецептора, они довольно сильно перекрываются. То есть, излучение вот на такой длине волны вызывает сильную реакцию L-датчика, но и довольно сильную реакцию L-датчика. В итоге, у нас получается три сигнала, но вот эти сигналы имеют такую смешанную информацию, то есть, значения довольно плохо разделимы. Вот это вот представление о том, как у нас регистрируют глаз, легло в основу модели изображений RGB. То есть, можно сказать, что L-датчики – это канал R, это канал G, это канал B. Красный, зеленый, синий. Но здесь видно, что это распределение по названиям красный, зеленый и синий довольно условное. Если шорт, они довольно синенькие, то вот этот медиум, он такой не супер зеленый, то есть, не чистый зеленый, а там с большой примесью красного. И то, что у нас изображения хранятся в RGB, оно произошло вот отсюда, но оно вот не совсем прямо соответствует тому, как мы регистрируем изображение. Тем не менее, наша система зрения, она привыкла на основе вот этих трех датчиков строить информацию о цвете, строить полный спектр того, что мы можем видеть. И здесь нужно сказать, что вот такая система с тремя датчиками, она характерна именно для человека. Если вы возьмете каких-то других животных, которые также обладают качественной системой зрения, то там далеко не везде устроена вот так вот система зрения. Хороший пример это собаки. У собак зрение только черно-белое. То есть, у них есть зрение довольно высокого разрешения, но тип датчиков у них только один. Они вообще не различают цвета и видят только в оттенках серого. Так что, если бы мы были собаки, у нас бы все изображения были в один канал. С другой стороны, некоторые виды рептилий и птиц, они кроме вот этих трех датчиков, имеют еще четвертый датчик вот здесь вот, в сторону ультрафиолета. Они еще различают ультрафиолет, который мы вообще никак не видим. То есть, у них для построения картинки, такой реалистичной, требуется не три координаты, а четыре. И если вы, например, покажете на экране монитора крокодилу изображение, какую-то фотографию, то он бы вам мог сказать, что вообще не похоже, потому что цвета не те, что-то здесь совсем не то. Потому что он видит в четырехкомпонентном зрении, а все наши мониторы, системы хранения и так далее, изображения, они основываются на трехкомпонентах. Ну, в принципе, еще существуют такие не очень как-то подтвержденные наукой предположения, что потенциально у женщин может быть также четыре рецептора. Это связано с тем, что, я не помню, какой из этих трех датчиков он привязан к гену, который находится на половой хроносоме Х, которых у женщин две штуки, и потенциально, если там окажутся разные гены, которые сгенерируют чуть-чуть разные датчики, может оказаться, что какой-то из этих датчиков он раздвоится, те клетки, которые построены по одному гену, будут регистрировать в чуть-чуть отличном диапазоне от других клеток, и фактически получится четыре датчика, а не три. И то есть, возможно, что у некоторых людей есть вот четырехкомпонентные зрения. но что-то такого практического я не встречал, только читал, что нашли там какую-то одну такую женщину, но насколько это правда, большой вопрос. А вот что совершенно практически верно, что не у всех людей все три датчика работают полностью нормально и дают информацию. Вот ситуация, когда часть этих датчиков не работают, обычно один датчик не работает, называется дальтонизм, и по статистике довольно большой процент людей, то есть там пара процентов где-то людей-дальтоников, которые не имеют какого-то из этих датчиков работоспособности. Картинку, которая по их двум датчикам совпадает, а отличается внутри себя только по третьему датчику, то для вас, если у вас все хорошо со зрением, цвета будут явно отличаться, а для них цвета будут вообще совпадать, скажу, что здесь все ровненько. И считается, что всякие интерфейсы и прочее следует проектировать с учетом датчиков, потому что их не так мало, и это довольно существенная проблема, когда непонятно, куда вам кликать, то есть если вы не хотите выбрасывать потенциально 2% своих покупателей или клиентов, тогда следует поддерживать еще и возможность того, что у каких-то людей не будет одного из датчиков. Чаще всего проблемы с датчиками бывают, ну, как, если вы подумаете, можно догадаться у мужчин, потому что, как я уже сказал, один из этих датчиков он висит на X-хромосоме, которая у мужчин в одном экземпляре, в итоге, если там есть бага, то это означает, что вот этого рецептора работоспособного человек не получит. Так как у женщин две копии, то если хотя бы одна работает, тогда оно работает. В итоге датонизм одного типа, который привязан к тому датчику, который висит на половой хромосоме, он встречается чаще всего и почти все носители вот этого датонизма это мужчины. Другие виды датонизма они также бывают, но процент меньше. Какой это вид, то есть какого там не хватает рецептора, я не помню, но вы легко можете найти эту информацию в интернете. Это довольно такое популярное исследование и всяких дизайнеров регулярно тыкают, вот, что все ваши дизайны должны быть построены с учетом датоников и так далее. Ну, наверное, довольно важно, если ты дизайнер, сделай что-нибудь полезное. Так, какие-нибудь вопросы по текущей порции? я не совсем понял вопрос, но здесь, видимо, имеется в виду то, что один и тот же цвет, который физически один и тот же, может восприниматься разными людьми как разный цвет. Ну, на самом деле, в этом нет ничего странного, я вам даже более того скажу, даже вы сами по-разному воспринимаете один и тот же цвет, зависимость от окружения. Система зрения человека, как я уже сказал, очень сильно зависит не только от датчиков, но еще и от того, как вы обрабатываете информацию. И в обработке информации очень большое значение имеет окружение. Например, какой-то оттенок в окружении освещения такого типичного солнечного дня будет выглядеть как один цвет, а при освещении каком-то искусственном, например, при освещении лампой накаливания, у вас будет другой оттенок. Несмотря на то, что, в принципе, лампа накаливания тоже такой полный спектр, и вы видите все оттенки. Отдельный вопрос, что если вы делаете освещение не с полным спектром, а, например, какой-то галогенной лампой, в смысле, не галогенной, как это называется, CCFL, то, что называют лампой дневного света, эти лампы имеют такой линейчатый спектр, и в итоге цвета могут искажаться просто из-за того, что отражение от объекта какой-то краски в полном спектре и в линейчатом спектре реально дает вам разные результаты. Так что восприятие цвета это сложный вопрос, и по этому поводу много что написано, всякие в основном издатели этим занимаются, потому что важно при выпуске какой-то типографической продукции понимать, что происходит, что если вам принесли фотографию, то хотелось бы, чтобы она выглядела как-то и красиво, и реалистично, хотя в последнее время больше делаются упор на красиво, а не на реалистично, но тем не менее. Теория на самом деле существует, и я вам рассказываю только такие базовые понятия, которые позволяют вам понять, почему так устроены графические файлы, почему мы работаем в таких цитровых пространствах, то есть откуда все это произошло, на чем все это основано. но фактически там намного больше всего интересного, и большая часть этого лежит вообще в сознании человека, то есть какие-то вещи, они датчиками не различаются, а получаются в результате обработки информации нашим мозгом. Еще какой-то вопрос? Да, ровно так работают датчики, то есть фактически вы интегрируете непрерывный спектр по подобной функции чувствительности, по функции отклика, как регистрируют излучение наши рецепторы. Ну, еще из особенностей, ладно, давайте не будем туда накапываться, пойдем дальше. Вот такая модель RGB, как я уже сказал, соответствует тому, как наши рецепторы воспринимают излучение. Но уже понятная проблема, что значения этих двух рецепторов очень близки. Если бы мы прямо вот так и обрабатывали информацию, то у нас были бы существенные проблемы с различением зеленых и красных цветов. Как вы можете догадаться, различение зеленых и красных цветов с точки зрения выживания человека это была очень важная задача, то есть одно цветок. Как вы можете догадаться, различение зеленых и красных цветов с точки зрения выживания человека это была очень важная задача. То есть одно дело съесть там какой-то фрукт зеленый, другое дело красный, там когда у вас листва, когда у вас кровь, это такие очень разные ситуации, и человеку явно хотелось хорошо различать цвета зеленый и цвет красный. что для этого сделала природа, то есть какие особенности строения человека, что мы хорошо их различаем, несмотря на то, что датчики дают очень близкие значения. На самом деле вот так вот информация только регистрируется, но в мозг она идет сразу же после некоторой предварительной обработки, а именно сразу же на сетчатке нашего глаза кое-что происходит, такая небольшая предварительная обработка. Во-первых, наш глаз сразу же пытается повысить резкость и делает что-то в духе шарпена. Это можно заметить на картинках с такими узорчиками где у вас между клеточками возникают нет, наверное, даже не так картинка выглядит, но наверное, выглядит вот так. Такие равномерные клеточки и если все хорошо там закрашено на нужном расстоянии, то когда вы смотрите на картинку, у вас вот здесь возникает ощущение, что не дают какие-то темные квадратики. Это вот артефакты нашей зрительной системы, результаты попыток поднять четкость, повысить редкость. Когда мы будем вырабатывать изображение, вы тоже можете увидеть подобные артефакты, то есть когда вы будете программно это делать, вы наработаете те же самые артефакты. Но про поднятие четкости мы не будем особенно углубляться. Мы поговорим про цвета, что происходит с цветами. Как решается проблема, что значения этих двух датчиков очень близки? Решается следующим образом. Глаз сразу же считает разность этих значений. и как это красиво нарисовать я не знаю, я лучше вам напишу формулу. трансформируется в давайте я напишу XZ. S. M. L. Сколько так? Y крап на Продолжение следует... Продолжение следует... Информация о яркости, которую обычно обозначают буковкой Y. И идут две так называемые цветоразности, которые я здесь просто назвал X и Z. Это не стандартное название, это просто я сейчас вам использую какие-то другие буковки, чтобы они не пересеклись. Информация о яркости это фактически среднее арифметическое, ну не совсем прям арифметическое, оно взвешенное. Разные каналы имеют разный вклад в восприятие яркости. Ну это примерно вот такое с некоторыми коэффициентиками сумма всех значений датчиков. И идут две цветоразности. В частности, первая цветоразность это как раз разность того, что зарегистрировали датчики M и L. То есть мы воспринимаем, получает наш мозг информацию, вот именно о разности этих датчиков. Насколько отличные они значения получили, что там L больше получил или M больше получил. Потому что это намного важнее с точки зрения определения цвета. Это что-то красное или это что-то зеленое. И есть у нас вторая цветоразность, которая оперирует разностью между значением датчика S и средним значением вот этих двух датчиков. Среднее значение зеленого и красного, какой это цвет, как вы думаете? Но если мы возьмем, смешаем красный и зеленый свет, то что у нас получится? На самом деле желтый считается. У нас получится желтый. И ровно поэтому, вы можете почитать всякую теорию художников, художники считают основным цветом еще желтый. Откуда берется желтый, если у нас нет желтого датчика? Желтый это как раз это самое среднее алифметическое двух датчиков. И вот эта вот разность синий-желтый, она для нас действительно такая первичная разность. Потому что информация в мозг идет именно вот в такой плоскости разницы между желтым практически и синим. То есть желтый вот с этой точки зрения можно считать первичным цветом, но это не является первичным цветом с точки зрения регистрации. И то, что в мозг идет три канала, у нас информация не только вот так вот видоизменяется, она еще и оптимизируется. А именно информации о яркости, ширина канала, сколько нейронов передают информацию, гораздо больше, чем от цвета разности. То есть наше разрешение глаза по яркости, то насколько мы четко различаем детали, по яркости гораздо выше, чем по цветности. И это используют системы кодирования, в частности, когда вы хотите сжать информацию с потерями и сделать так, чтобы потери были минимально заметными, то очень часто делают преобразование в цветовое пространство, похожее на вот это вот. То есть переходят из RGB в другое цветовое пространство, фактически меняют базис. Ваши значения остаются вот в пространстве трехкоординатного цвета, но меняется базис, как эти значения интерпретируются. И пытаются считать что-то в духе яркости и цвета разностей. То есть выделить информацию о яркости в один канал, а о цветности в других два канала. После чего информацию о яркости сжимают слабее, а о цветности сжимают сильнее, но визуально более сильное сжатие цветности вы не видите, потому что наш глаз менее чувствителен к информации о цветности, там просто идет меньше информации. Поэтому то, что мы здесь сэкономили, мы гораздо хуже замечаем, если вообще замечаем. Вот смысл всего этого, это теоретическое обоснование использования других цветовых пространств, кроме RGB. В частности, как я уже сказал, сжатое всякое изображение, видео, они в большой объем информации хранятся в цветовом пространстве YCBCR. Альтернативное название Y-U-V, которое использовалось в аналоговом мире. То есть при передаче, например, кодирование аналогового видео, а цифровое название аналогичной схемы это YCBCR. Но нередко продолжают называть Y-U-V и подобные цифровые сигналы. То есть вы можете считать Y-U-V и YCBCR синонимами и не особенно удивляться, когда вот такие разные названия для одного и того же цветового пространства. Эти цветовые пространства, они как раз используют идею, которую я вам рассказал. То есть пытаются выделить информацию о яркости и о цветности для того, чтобы их как-то по-разному обработать. Например, сильнее сжать информацию о цветности для того, чтобы незначительно ухудшилось качество изображения, но существенно уменьшился объем изображения. Про YCBCR могу вам сказать еще продолжение. YCBCR и Y-U-V это такие пространства, тесно связанные с телевидением. И, соответственно, было несколько стандартов, которые чуть-чуть по-разному определяли, как считать эти коэффициенты. В итоге пространств YCBCR существует несколько и широко используется как минимум два. Так что, когда вы будете работать, а это ваше следующее лабораторное, обратите внимание, что вот YCBCR бывает двух видов с точки зрения коэффициентов. Еще одна важная особенность это диапазон значений. В каком диапазоне мы храним значения, когда вот все вот это вот обрабатываем на компьютере? Как вы думаете, какой типичный тип данных при обработке изображений? Ну, вернее, вы уже должны были так знать. Предыдущая лабораторная должна была намекнуть. Какой типичный тип данных для хранения изображений? Нет, тип данных. Не формат изображения, а тип данных. Правильный ответ был по байту на канал. Вот те, кто делал предыдущую лабораторную, они должны были уже осознать, что обычная информация хранится в виде байт. То есть у вас на каждое значение S, там, ML, или там байт, C, B, C, R, на все это выделяется по байту. И говорят, что изображение хранится с 8-битной точностью, в смысле каждый канал хранится с 8-битной точностью. А сколько у вас всего бит, зависит от того, какое это изображение. Если серенькое, тогда оно будет просто 8 бит, если серенькое с прозрачностью, то будет 16. Если цветное, то будет 24, либо даже, может быть, 32, если еще требуется какое-то выравнивание. Так вот, обычно используются байты. Но то, что используются байты, еще не означает, что диапазон значений будет... Ну, кстати говоря, какое диапазон значений у байта, чтобы вы еще более-менее понимаете, что происходит. Когда мы говорим байт, то какое имеем в виду диапазон значений? Да, от 0 до 255. Включите. Какая здесь особенность? Особенность в том, что, опять-таки, со времен телевидения у вайта BCR может быть как полный диапазон, так называемый PC диапазон, так и неполный диапазон, так называемый TV диапазон. TV диапазон стартует не с 0, а с 16, и дальше идет до разных значений в зависимости от того, это яркость или цветности. Ну, например, там, по-моему, 235 цифра конфигурирует. Что здесь происходит? Здесь для хранения обычных цветов используется вот такой диапазон. То есть черный это 16, максимально светлый это 235. Или там 240, в зависимости от того, какой канал. Зачем так сделано? Для того, чтобы у вас был запас на такие суперчерные и супербелые оттенки. Например, если вы неправильно настроили выдержку на камере, и у вас все изображение получилось слишком темным, то дальше вы можете значения сместить и вытащить еще такие точки, которые были абсолютно черными, вытащить там информацию, что-то там зарегистрировать. И наоборот, когда у вас все пересветило, у вас там половина картинки белое, чистое поле, то вы можете понизить яркость просто вычитанием значений и часть вот этого пересвеченного белого вытащить информацию оттуда, потому что вот у вас есть регистрация супербелых значений. Вот это такая теоретическая идея, зачем это было сделано. Но фактически, когда, например, кодируется информация, конечно, никто особенно не хочет кодировать суперчерные и супербелые, и диапазон нередко подрезается. То есть, если у вас на вычислениях получается меньше 16, оно просто тупо подрезается до 16. Получается больше, чем максимум, оно подрезается до максимума. Но, когда вы работаете, то нужно понимать, что вы должны выдавать значения в правильном стандарте. И если от вас ожидают PC диапазон, то у вас должно быть черный 0, белый 255. Если от вас ожидают TV диапазон, ну, как намекает, телевизор любит работать в таком режиме, тогда вы должны выдавать черный, это 16, а белый, это 235. Если вы выдадите, например, PC диапазон телевизору, тогда у вас изображение получится такое слишком контрастное, и вы потеряете темные и светлые оттенки, потому что они уйдут в эти самые неотображаемые, супер черные и супер белые. Если же вы, наоборот, вот этот диапазон подадите на компьютерный монитор с полным диапазоном, тогда у вас изображение будет блеклое, у вас не будет совсем черного и совсем белого, у вас все будет начинаться с темно-серого и заканчиваться светло-серого. И при обработке, вот, смотрите внимательно на формулы, обращайте внимание, какой диапазон значений формулы и какой вам нужен. Потому что и PC диапазон, и TV диапазон относительно пространств YC-BCR используются довольно широко, и нагуглить вы, скорее всего, сможете не то. Скажем так. Что еще интересного? Кроме цветовых пространств, которые основаны на, вот, какой-то особенности зрения человека, есть еще цветовые пространства, просто сделанные для удобства. Например, цветовые пространства HSL, HSB, они предназначены, скорее, для каких-то интерфейсов выбора цвета, чем для практической обработки. То есть, это способ как-то более наглядно выбрать цвет из всех возможных вариантов, которые показывает компьютер. Потому что, если спросить, например, художника, вот тебе три цвета, красный, зеленый и синий, скомбинируй их в произвольном соотношении, и тогда ты можешь получить любой цвет, который ты можешь использовать в графическом редакторе. Понятное дело, что он будет долго мучиться, комбинировать сколько нужно красного, зеленого и синего, чтобы получить тот оттенок, который он хочет. Цветовые же модели HSB и HSL, они пытаются вам тоже, опять-таки, поменять базис, но поменять базис не ради того, чтобы более эффективно обрабатывать, а чтобы более эффективно можно было как-то изобразить, описать, выбрать цвет. Здесь у нас информация о цвете распадается на три компонента. H – это Hue, то есть оттенок. S – это Saturation, интенсивность оттенка. И L и B – это вариации явкости, которые просто по-разному считаются. Смысл в том, что вы выбираете по отдельной координате просто оттенок, потом вы выбираете, насколько этот оттенок насыщенный, и отдельно вы выбираете яркость, и, казалось бы, вот это вот так, более интуитивно для человека, чем пытаться магическим образом скомбинировать красный, зеленый и синий, либо угадать цвета разности, какое значение здесь нужно поставить, чтобы получить нужный цвет. То есть это такие, скорее, интерфейсные цветовые пространства, но они тоже могут иметь смысл, когда вы делаете какую-то обработку изображений. Ну, конечно, очень зависит от того, что вы делаете, всяких вариантов, как можно обрабатывать изображения, ну, слишком много, чтобы заранее сказать, здесь это полезно, здесь не полезно. В разных задачах требуются разные пространства. Теперь вообще про все, что мы рассказали, я вам рассказал, вот все вот это вот, это были так называемые аддитивные цветовые пространства. Про что это? Все эти цветовые пространства, они оперируют значениями 0 черный, а максимум это белый. То есть примерно то, как работает излучение. Если у вас нет излучения, ничего не светит, то у вас темно, все черное, а если у вас максимальная яркость по всем каналам, то у вас такой ровный спектр белое излучение, белый свет. Но не всегда используется такая модель. Пример, когда мы печатаем на бумаге, то мы там работаем совсем по-другому. Как работает печать на бумаге? Если вы на бумагу вообще не льете краски, то у вас бумага белая. А если вы наоборот туда намешаете много всего, у вас там получится черное пятно. И вот там используется цветовое пространство CMVY, которое, можно сказать, аналогично RGB, но работает в обратную сторону. То есть там наоборот 0 это белый, а все единички это черный. И вот эти три канала, cyan, magenta, yellow, это фактически отрицание красного, зеленого и синего. Единственное, что в принтерах чаще используется модифицированный вариант этого цветового пространства, не CMV, а CMVK. Такое необычное четырехкомпонентное цветовое пространство, где четвертая компонента K от black. В чем идея? Идея в том, что когда вы что-то печатаете на бумаге, то довольно часто стоит задача напечатать вам что-то черное. Например, текст, и вы хотите печатать черный. И если вы будете использовать цветной принтер, то черный, конечно, можно получить равномерным смешением трех красок, как мы выяснили из теории, но практически это совершенно не то, что вы хотите по двум причинам. Причина номер один, у вас будет очень большой расход краски. На часто используемый черный у вас будет затратиться каждой краски очень много. Во-вторых, чтобы получить прямо черный, вам нужно очень аккуратно и в равномерных количествах смешать эти три краски. Если вы немножко промахнетесь, либо не совсем аккуратно смешаете на краях, то вы получите такие какие-то цветовые разводы, что не очень приятно. То есть у вас будет текст, но с какими-то такими цветовыми каемочками, что, конечно, смотрится не очень здорово. Поэтому и для того, чтобы более экономично использовать краски, и для того, чтобы получать чисто черный, без всяких цветовых оттенков, так как он часто нужен, вот добавляют еще четвертую краску, черный, которая не несет какой-то такой принципиальный четвертый компонент, а просто экономия в нашей трехкомпонентной модели. То есть бывают еще и четырехкомпонентные цветовые пространства, вот пример ЦМИК, но они не столько про четырехмерное представление информации о цвете, сколько про какие-то такие технические особенности, что хочется еще иметь чисто черный фринтер. Вот это вам описание идеи цветовых пространств и модели зрения человека, на что у вас будет следующая лабораторная, так что если вам что-то непонятно в теории, то сейчас хорошее время задать вопрос и разобраться в этом. или вам все понятно? Ну, если вам понятно, тогда с теорией на сегодня все, и мы переходим к практике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!